Держится ремонт. Сначала стену ошпаклевали, огрунтовали и нанесли клей на стену. Обои тяжелые, фрезериновые, клеятся плохо. Но мы, мастера, мы с этим справляемся. Подолок делали мы тоже мы. Руслан Живлаков знает все тонкости ремонта и отделочных работ. Совсем недавно юноша вернулся со Всероссийского конкурса профмастерства, который проходил в Краснодаре в первой половине июня. Просто решил проверить себя, на что я способен. Вот все, что получилось, вышел вот так вот в лидеры. Сам, конечно, не ожидал, но так получилось. Участвовать в конкурсе Руслан вызвался сам, говорят, в техникуме. Очень способный и старательный ученик. Дело мастера боится. Это о нем. Я единственное, что всегда отмечал на всех итоговых аттестациях, что это очень такой прилежный, ответственный ученик. Но бывает такое, что он выбрал профессию именно ту, по которой он будет работать. Я считаю, что если он захочет, он добьется цели и может даже стать прямо бригадиром какой-нибудь фирмы, потому что у него в руках все горит. Все эти годы, говорит мастер производственного обучения Анастасия Титова, Руслан был ее правой рукой. Все просьбы и задания выполнял быстро и качественно. Отремонтировал не одно помещение в техникуме, в том числе и кабинет директора. Сейчас Руслан вместе с одногруппниками завершают ремонт в кабинете литературы. О, работники наши! Для оформления кабинета Руслан выбрал специальную цветовую гамму, чтобы на уроках литературы было комфортно. Здесь каждая аудитория, лестничный пролет, коридоры, все родное. О том, что три года назад решил стать маляром, не жалеет. Ну, я с детства любил что-нибудь руками делать. С учебой, конечно, плохо было, но со строительства у меня нормальные. И вот с 14 лет я начал увлекаться этим, работал, пытался, тренировался и научился. И действительно, научился. Первые места на областном, региональном и третье место на всероссийском конкурсе, это самая лучшая оценка молодого мастера ремонтных работ. Через несколько дней Руслан получит диплом, а сейчас он сдает последний экзамен по спецпредмету. Во время прохождения Олимпиады, какую декоративную отделку вы выполняли? Марина Шаталова, преподаватель спецдисциплины, говорит, Руслану можно было вовсе не сдавать экзамены. Он уже доказал, что настоящий профессионал и себе, и всем остальным. Планов у молодого маляра великое множество. В армию, если заберут, вот первого числа пойду, если в армию заберут, то только уже после армии хочу уже устроиться на работу, там поработать годик-полтора и уже на права идти сдавать, там машину покупать. А в дальнейшем я вообще как бы собираюсь у деда на куши, помочь дом сделать, там облицовочную работу, дом, забор поставить новый, то он уж просит, просит, у меня все время и нету, весь в учебе весь. Наталья Филимонова, Михаил Крюков, Анатолий Тютин, Новости Тагил-ТВ.